Приветствую вас, друзья! Очередная суббота и снова нахожусь на книжной ярмарке, где по субботам работает Краснодарский антикварный рынок. И пойдем посмотрим, что сегодня привезли наши соседи и вынесли на прилавки коллекционеры Краснодара. Сколько всяких вещей интересных. Кто-то искал аптечные пузырьки в комментариях. Заходите в разных форматах с первомутровыми отблесками. Для тех, кто не знает, цветочек это тот самый Дельбейс. Это копия. Ну, это копия подсказывает привет. Какую цену? Ругались. Не буду сейчас показывать, с кем здороваюсь. Ругались в комментариях. Одни здоровые. Никаких предметов. Пожалуйста, вам предметы для коллекционеров. Наград. Пожалуйста, планочки для того, чтобы рамку их повесить. Это у вас копия, да? Да. Радикеты есть, Юрчик, какие-нибудь? К сожалению. Понял, не носимся, да. Мужчина хочет посмотреть. Запчасти на самовары. Любые. Крышечки, ручечки. Винтики всевозможные. Юрчик, удачи. Александр. Сегодня антикварный рынок в роще очень скуден. Очень скуден, поскольку в Новороссийске проводится слет коллекционеров. И все барахольчики практически уехали туда. Видите, половина только ребят присутствует. Поэтому покажу вам то, что они привезли. Вот один из моих любимых столов. Ребята из Ейска постоянно привозят интересные вещицы. Мельхиор. Ну, такой прям интересный. Первый раз такой попался. Это же ситечка, да? Ситечка, да, для чая. Прикольно. Колечко открывается, чай набирается. Прикольно. Сколько стоит? Тысячку. Забрал. Ситечки я очень люблю. Ну, необычно абсолютно. Честно говоря, первый раз. Он клейнул Мельхиоровое. Советское? Советское, старое Киевное. Прикольно. Ну, это хороший завод имени этого. Забрал ситечка. Забрали мы ситечки. А вот с таким же точно дизайном, он на соседнем столе ложка. Это Мельхиор. Не, просто показывай, что интересно. На соседнем в Олексе. В Олексе. С таким же дизайном ложка сиреневая. Так вы бы это скоперировались. Да, нормально. Конечно. Идешь приопладывать киевский дизайн. Ну, я же тебе говорю. Смотри, очень... Угадали. Да, я же уже знаю. Бинго. Опас не пропьешь. Только металл совместит, да? У тебя серебра? Это серебро. Там нет. Я просто потому, что они делались и в серебре, и не в серебре. Один из них уже не знаю. Так, а вот интересная штучка 84-й пробы. А можете открыть? Обязательно. Рамочка для фотографий, переносная, дорожная. Чтобы не забывать о своих родных где-то в путешествии. Скорее всего, 19-й, либо начало 20-го. Посмотрим потом по клейму. Забрал. Так, тыщенку я вам должен. Спасибо вам. Нашел я вашу рюмочку. Ну, ты говорил, пожалуйста. Да, так что можете это, делать заход от Бердычева через Меринку. Я рассказываю вам. Пометуя прошлый ролик о прикольных штопорах в магазине, обращайте внимание. Три семерки или что это? 909. Я помню, что такой, как автомобиль стоил. Да. Вот он раритет. Такой магнитофон в середине 80-х стоил, как автомобиль восьмерка. Я бомбер тебе, который показываю, в машине. Ага. Это я и без тебя дистанцию. Шарф. 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 Вот постепенно винтажные предметы переходят в антиквариат. Серебро. Вот те самые советские вазы, которые разыскивают, бывают в мельхиоре, нержавейке. И вот как раз та ваза в серебре, которая стоит для ваза. Обычных кристалей. Илья, идем. Илья, идем. Илья, идем. А мы с тобой аджиканчики едем. Я не нашел, потерялся. Делаем на следующий. Фотографию готовь. Кузнецов блюда. Да. Можно? Можно? можно чувствует рабочий за 12 до 1 а включим конечно проверь дать него такая медная трубка руках не не подожди не спеши вот позы скорее всего да вот так давай на ровно и поставим не будет работать все даже в масле гена у меня есть но металлический вот он вчера пил сюда ехал иголка потерялась он работает поет без иголки не надо ставить без иголки петь не будет но он хорошо поет с иголкой просто пусть покроет можно может у кого-то есть вот как Чего-то нет! А вот он как работает? Надо вай-фай подключать, да? Нет, просто снимать. Если вай-фай подключать, то это уже можно в прямом офисе подключать. Приехали, включали. Замок не сидит, общество не работает. Ни этих сам, ни правления, ничего не проводится. Ну, время такое. Как смотрю, вспоминаю этого славака Рацюты. Чего? Лупа. Приезжай отсюда. Иди сюда. Повторю. Очень дорогой. Повторю. Конец. Повторюх. Повторюх. В связи с тем, что сегодня в Новороссийске проводится слет коллекционеров, Краснодарский рынок очень-очень скуден, людей очень мало. Делать тут нечего, но приобрел две вещицы, ситечка интересной формы мельхиоровая и дорожную рамку для фотографий. И зайду по дороге к своему другу и коллеге Юрию Ансимову в магазин под названием «Ретроспектива». У него уходы сразу видно, чем занимается. А это каретный чемодан XIX век, вероятнее всего. Да? Вирочка есть. Импортная? Кайзер, да, Германия. Кайзер, Германия. Если кому-то необходимо украсить интерьер, обращайтесь. Антикварный магазин «Ретроспектива», место номер 54. А вот Юрий с удовольствием вам продаст этот каретный чемодан. И покажу вам, что у Юры есть внутри магазина. У входа вас встречает символ Олимпиады. 80. Слегка в уставшем состоянии. Иди, комментируй, Юрчик. Аппаратура разная советских времен есть и рабочие. Магнитофоны кассетные, бобинные, радиоприемники, сервизы. Очки винтажные. Посмотрите, сколько всяких интересных штук. Тут можно приходить и копаться часами, выбирая себе интересные вещи из прошлого. Чемоданы в ассортименте. Всегда в наличии у Юры. Чемоданы. Это кинопроектор какой-то? Да. Из пионерского лагеря. Чемоданчик. Есть любители кино. Вот такой переносной в чемодане кинопроектор. Их возили по пионерским лагерям. Там устраивали кинопоказы. А вот лечебная лампа. Кто-то ищет такие. Сколько стоит, Юра? 500 рублей рабочая. Ультрафиолетовая советская лечебная лампа. Так, ну в закромак Юрия не будем заглядывать. Там наверняка много ценных вещей, которые он еще не рассмотрел. Я смотрю, елочные, ручки уже. Скоро, через несколько месяцев уже будем праздновать Новый год. И любителей винтажных украшений приглашаем Юрию в магазин. У него очень много, огромная коллекция, несколько тысяч елочных игрушек, ассортимент которых он может вам предложить. А сейчас еще модно заботиться об экологии. Не покупать пакеты, а пользоваться легкими сетками под названием авоська. Ее очень удобно носить с собой, она легкая, и в нее много помещается. А учитывая сегодняшнюю обстановку, когда идет продажа арбуз и дынь, то вещь просто незаменимая. У Юры очень много книг, каталогов различных. Из которых можно использовать до сих пор картинки и тексты. Целый ящик винтажных подстаканников. Можно создать такой винтажный интерьер для любителей. Есть музыкальные инструменты различных национальностей. А вот интересный старый штативчик. Штативчик, да. Похоже, даже рабочий. Сколько стоит? Ну, тысячу. Я подумаю, куда его пристроить. По-моему, под него котик есть. Посуда в ассортименте. Добрый день. Слушайте. Я все в северную сейчас старую. А фортреты его? Сейчас тоже нет. Это интерьер, я думаю. Сейчас нет, бывает. Если кто-то хочет поразвлекать детей игрушками, прибитыми к полу, тоже можно зайти к Юре в гости. Так что будете на антикварном рынке, в роще или на книжной ярмарке, по-другому называется. Обязательно приходите к Юре. Он вас ждет с огромным выбором различного коллекционного материала. Спасибо. 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 Спасибо.